Так, друзья, привет, меня зовут Александр, мы на очередном еженедельном созвоне с Дмитрием пытаемся обсуждать новости недели, новости Витебска, Витебской области, обсуждаем, насколько у нас хватает этой экспертизы обсуждать, но мне кажется, что очень часто, когда какие-то вещи просто вслух проговариваешь, они совсем по-другому воспринимаются, даже для самих себя. Привет, Дима. Привет, Аня, Саша, глядачам, слухачам. С чего хотел начать? Хотел такой, так называемый праздник, День народного единства был раньше, но вот на этой неделе начали появляться комментарии, видео режиссеров, актеров этого фильма, многие посещали кинотеатр, Субботин давал комментарии, но ничего интересного он не сказал, какое-то словоблудие, переливал слова из одного кармана в другой. Вот, его особо смотреть, обсуждать было бы неинтересно, а вот актера этого фильма я хотел бы видео показать, показать всем, ну и потом с тобой обсудим вообще слова, насколько это корректно, такие высказывания со стороны актера, российского актера в отношении фильма и белорусов. Сейчас вот включу видео. Восточная мудрость, если хочешь завоевать страну, воспитай его детей. И мне кажется, что история, ну не только история, вот например фильм, да, который снят и будет показан, историю забывать нельзя, корни забывать нельзя. Ну, довольно небеспечная фраза. Тем самым он подкресливает свои оккупацийные намеры. Ну, это, когда брать на вот сюжет фильма, что было же объединение заходный и сходный часток Беларуси, а ли это было вынеку на того, что коммунистичная армия заход завоевала. Ну, и тут я скажу такие же самые речи про оккупацию. А коли мы берем разлик, чтобы это хлопец из России, актер, то выглядит сомневно его сказ. В продолжение этой истории я вспомнил, в августе возвращали же дети из патриотических лагерей из России, витебские дети наши, школьники, ездили в Псков, там, в окрестности, в лагере патриотическое. И вот были такие репортажи, новости снимали после того, как лагерь закончился. Это брали интервью у детей, ну, детей, слава богу, не белорусских, это российские дети, но, тем не менее, они были в одном лагере и там об одних тех же вещах разговаривали. В первую очередь, это память о наших всех родственниках. Ну, что тысячи детей, ну, и на вот то, что вот этот фильм, зараз, ну, як я зразумел, его обовязково промышают детей глядеть, ну, там, витебский школьник, я бачил, что их промышло загоняли в кинотеатры, копья наглядели, и посля, ну, эти организовывали классные годины, как бы мерковывают сюжет фильма. Ну, я лечу, что, коли, ну, для дорослых, это все святое, и все эти фильмы, это штучный продукт, ну, в том смысле, что люди могут и не повеститься на эту историю, то для детей ось такой, ну, спроба манипуляций, ну, может быть, ну, небеспечной. Коли, там, дорослые, там, витебляне не будут разговаривать со своими детками на конт того, что им рассказывают в этом фильме, и потом в школе, то мы можем стратить детей. И в этом сенсе то, что казал актор, ну, это выявляет небеспеку, на самом деле. Так, ну вот, сейчас включу еще видео, то, что интервью ребенка брали, ребенок российский, говорю, слава богу, не белорусский, но, чтобы это не было временно. Сейчас включу. В первую очередь, это память о наших всех родственниках, и вообще о людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Фашизм не умер, и мы его до сих пор добиваем, и наши ребята на специальной военной операции это делают. Отряды знакомятся с территорией Кургана Друга. Ну, вот он говорит, фашизм не умер, и до сих пор его добиваем на территории Украины. Ну, вот это же есть подменные такие манипуляции, ну, какие, может быть, да, коли наши белорусские детки в таких летниках подчуют это, но они прозвучаются до такой риторики, и так само могут, там, некий час, ну, так само думают, что действия в Украине, ну, есть там фашизм, нацизм, у нас, бацан, боротьба с ним, и так далее. Ну, да, это небезпечно, коли я найбудусь такую слухать, ну, и все частей, то это може поуплывать. Да, да, как ни печально, но так оно и есть. Не знаю, такая, мне кажется, тоже тема на отдельный большой разговор. Вообще поговорить, насколько мы со стороны, кажется, что взрослые дома объясним, в двух словах что-то скажем. Наш ребенок умнее, он не будет слушать, он поймет, но по факту видно, что, ну, периодически такие, такие идеологические вот тезисы до детей доходят и остаются в голове. Да, да, ну, нет, ну, небезпеку нельзя недооценивать, но это, и она может быть уплывована достатком. Добре, погнали дальше. Я тут буквально две секундочки хотел, я вот тут случайно увидел вот перед тем, как звонить, увидел видео одно. Открыли фельдшерско-акушерский пункт в Ольгово, если не ошибаюсь. Могу сейчас ошибиться, найду попозже. А, вот, 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 вот. Сейчас включу видео на 30 секунд, посмотрим комментарии. Пришли замгубернатора, зампредседателя областполкома. Вот так вот, наверное, будет честнее. Пришли посмотреть на этот фельдшерско-акушерский пункт. И тут его резали-нарезали, видьбичи, в итоге, вроде бы, как говорят, рассчитан, вот эта одна комната рассчитана на прием полутора тысяч людей. Сейчас включу 30 секунд, послушаем, вот так это или нет. В принципе, вот это, можно сказать, стандарт фельдшерско-акушерского пункта. Так, это Ольгово пункт в районе. Относится факт к нашему филиалу ВВ4. Фельдшер может войти в программу и записать на прием специалистов. На направление, куда-то, куда надо. На обследование. Все анализы мы видим, уже приходят к нам, мы не надо никуда идти. То есть мы уже через компьютер видим, что и как говорили, мы выбираем инсультации, куда на него входили. 1835 взрослого населения, ну, вообще всего населения обслуживается, полторы тысячи взрослых. Планируем мы из ФАПа сделать амбулаторию. Это будет, наверное, правильно, потому что и уровень оказания медицинской помощи для сельского населения повысится, ну, и доктор будет здесь на месте. Так, чуть следующее видео у меня включилось. Ну вот, они говорят, полторы тысячи человек обслуживаются. Непонятно. Вот тоже новости ради новостей непонятно. Для чего публикуют такие нарезки, какой-то набор слов, набор цифр. Я хотел еще обратить внимание, на прошлой неделе видел наши друзья, независимый профсоюз врачей Витебской области, запустил опрос. Запустил опрос, в котором они пытаются собрать актуальную информацию по той ситуации, которая сейчас в здравоохранении сложилась, что касается учета рабочего времени персонала, потому что заметили манипуляцию статистикой со стороны Минздрава, то есть там жонглируют цифрами, как могут, указывают... Там на полторы ставки работают два врача, они указывают, как три врача работают, ну и вот в таком ключе. И, соответственно, не до конца понятно, какая реальная ситуация. С переработками, с недостачей кадров. Недавно я видел новость, проскакивала в Новополоцке или в Полоцке, по-моему, какой-то студенческий отряд организовали из врачей. Ну и как бы студенческий отряд не на стройке, а в больницах. Вроде ковид закончился, какое-то положение военное осталось. Вот. Поэтому я ссылку в видео оставлю на этот опрос. Пожалуйста, кто может, пройдите его, кто из врачей. Вот. А тут могу додать только то, что всё выгнуло. Кали с гэтым факом, тут у корона нет, не треба брать. Ну, 10-15 года там, ну, 10-15 года, я памятаю, что витебские СМИ, ну, держи СМИ, поведомлялись, что на дворот там 7-9 ФАПов в Витебском районе зачиняются. За место их, будь сам бы будет, ну, мобильное это проезжать. Ну, и это так само выдавалось, как за досегнение. А тут на дворот открывают ФАП. Опять досегнение. Вот как эти досегнения нелегко делать? Сначала закрыли досегнение, потом открыли, потом преобразовали в амбулаторию. Вот, да. И там было справа, что там, ну, на бумагре городке, и он там довольно далёко от Витебска. Там, где за 20 км. Ну, и там ситуация, ну, як так, людям треба добираться до города, и это довольно незручно. Ну, а тут, бачишь, ну, можа, можа, это яны так поэкспериментовали с закрытём, а теперь расшилят косить назад, я не ледаю. Ну, а ля, что тычутся, ну, кадру, то так, не доход мне даку великий, ну, и он по всей Беларуси, а так он больше-больше хрестит, и там, ну, да, яны примушены ему хлевать с лишбами, там, что, ну, навыц, не казать, на кольки он великий не доход медику, и, ну, то, что студентский отрат, ну, да, действительный полоск, активного полоска, я, ну, так само бачу, что с медиком складаются. Ну, а ля, такая себе история, ну, это ж треба их где-то здесь разместить, вот там до когости, там, до лучшей эти, до медика, то я не думаю, что это в решении ситуации. На дворотах это может, ну, тем же медикам лекарнее быть больше головной боль от этих студентов, чем, ну, некая корысть. Ну, вот, поэтому опрос запустили профсоюз, я не знаю, я думаю, что в ближайшее время, может быть, будут результаты, было бы хорошо тоже его посмотреть, обсудить, было бы очень интересно. Окей, тоже такой, две секундочки, буквально новость, листал, листал ленту, увидел, само по себе, может быть, и не очень интересно, ну, и как минимум, я вообще ни разу не эксперт, но, что я помню интересного, Витьбичи пишут, что состоялось торжественное открытие фестиваль, праздник акварелии в Витебске, и это все презентация картин, художники, все красиво, все это отбывается в художественном музее, и самого става, конечно, я комментировать не готов, не знаю, не эксперт я в аквареле, к счастью, к сожалению, но я помню интересную новость, тут берут интервью у всех, и почему-то не берут интервью у директора музея, а директор этот музея то ли полковник, то ли подполковник милиции, которому на пенсии было негде сидеть из департамента охраны. Серьезно? Да? Ничего? Не, но я, допущаю, что опошлый час во всех установах на культурных музеях ставить силовиков былых, Лену, кто докладный, там уже в Мостатский музей я не веду. Вот, сходу я быстро картинку, наверное, не найду, потом, может быть, раз у нас тут еще только на начальной стадии наши все записи, я думаю, нам простят, если я потом вклеечку сделаю со скриншотом, что за товарищ. Вот, ну, а вообще в целом, конечно, нельзя исключать, что, возможно, он всю жизнь мечтал, был художником, мечтал быть художником, в душе художник и следил за историей, культурой, вот, конечно, такое исключать нельзя, но в свете всех событий, насколько это массовый характер носит у нас назначение бывших силовиков, милиционеров, МЧСовцев на должность вообще везде, где только хочешь. От магазинов спорт это вообще, как будто они всю жизнь были спортсмены и на пенсии надо спортом заниматься, вот, ну, как, как есть уж. Окей, хорошо, по всем, по всем лентам областполком, горосполком, Витбичи, все газеты рассказывают про праздник, отмечают витебский праздник машиностроители, все газеты, как обычно, рассказывают, что мы впереди планеты всей, каждый год Х2 к приросту экспорта, производства, доходов, все, что, все прирастает, прирастает, но только почему-то в реальности как-то это не сильно заметно. Опять же, я не хочу там сказать, что все повально обманывают, но то, что манипуляция происходит с цифрами, это очевидно. И я, опять же, вот не понимаю, зачем это нужно делать. По логике и обычной пропаганды, да, вроде бы все понятно, но окей, хорошо, написали, что у нас в два раза больше стало экспорта, прирост продажи, ну, раз поверили, два поверили, ну, а третий раз, ну, люди же работают на предприятиях, но они же видят, что, ну, вот прямо сейчас, да, на многих предприятиях, я верю, что на Россию начался там в разы больше количество отгрузок, но это разовая история, то есть, ну, не было такого два года назад таких приростов, но тем не менее, регулярно сообщают о каких-то супер инновационных инвестиционных проектов. Я на угол не веду, ну, что называют машинобудыванием в Витебской области, но я веду станкобудывание, там, вистор, вистан, захочные, мы закрылись уже завод, ну, може, вот, это Витебский завод этих тракторных запчасток, потом, что там, моторы ремонтны, у нас таксам, но, но, коли лечить станкобудывание, как частка машинобудывания, то махчем. По Витебску я лечу, что ситуация горш, вот, у горши, например, там, ну, ты же, по опошине битерей, водку, туда же гроши шмат укладывали, там, вот там, стан завода, ну, крыхуле, что там, этот, красный борец, это инструментальный завод, им досыть гроши удали, или гмаш, вот, и они, там, ну, нечто робить, ну, наприклад, той же Аршанский, мой батька, там, свой час, працавал инструментально, то они занялись тракторами, погружщиками, и они ремонтуют, другая справа, что, ну, шмат, тых, кому, яны, ну, там, ремонтуются, эти тракторы, ну, амаль банкруты, там, эти, рай агрессеры, и тому, ну, яны, там, десять тракторов отремонтовали, и потом гроши, ну, просто сады выбивают, ну, там, как им отдали, ну, а лео, все, там, ситуация, крыхуле, ну, там, максимум, а по Витебску, я не был бы таким оптимистом, яг, ну, эти справа сдачились, мне сдается, что там ситуация такая себе. Ну, опять же, то есть, смотри, какая проблема, с учетом того, что вот постоянно какая-то идет игра слов, говорю, из левого кармана вправо и перекидывают какие-то цифры непонятные, и нету статистики адекватной, нету цифр, по которым можно было сравнивать, то есть, сколько предприятий было, сколько стало, что это действительно за предприятие, потому что, ну, фактически, по количеству предприятия есть, есть те же самые витебские подъемники, которые, сейчас я найду картинку, покажу, поставлю, чтобы висело на заставочке, то есть, ну, есть витебские подъемники, которые, ну, вот вроде бы у них вот на территории, у меня фотография стоит тут 15-20 машин, то есть, ну, какое-то предприятие, но что это за предприятие в рамках страны, в рамках области, насколько оно важное, потому что я недавно смотрел такое расследование по лесной отрасли, и там по витебскому лесхозу оборот на предприятии огромный, а рентабельность вообще нету, то есть, работает в убыток. Так и тут, может быть, у этого маленького предприятия, витебских подъемников, рентабельность выше, чем у всего МАЗа, МТЗ вместе взятых. никто не знает, какая там действительно рентабельность этих предприятий, какая ценность этих больших заводов. Вот, и поэтому сложно оценивать. по разрезе финансы справа сдачных, да, можно было бы хотеть поравнать, а так, да, я сгодно, что, ну, много таких выпадков, там был выбыток, я памятую, продприемства, ой, те у Бегосова, те у Бегомли, ну, десь у, там, у глубинки, инвет, якою займается выпуском, вот, с пластика, разных формул, и так далее. Ну, оно там попало у лидера, там, по эффективности, у номинации, у республиканскими, там, свободності, ну, лидер по эффективности, а потом, там, кто-то писал, что поглядели их заробки, там, 600-700 рублёв, ну, для глубинки, это так само, ну, это не гроши, ну, то бок отремливается, что, ну, за кошт, ну, дешёвые рабочие силы, она, эта эффективность добивается, так что, что это такое? За счёт рабочей силы, за счёт каких-то искусственных продаж друг другу, там, в одном концерне один филиал друг другу продаёт, это тоже было по лесхозам в расследованиях, точно так же показывали, концерн большой, они друг у друга перепокупают и показывают обороты, чтобы потом просить дотации, якобы, смотрите, какие мы, как мы много работаем, ну, чуть-чуть нам не хватает, дайте, пожалуйста, инвестиции, вот, а инвестиции вообще тоже такое слово, которое отдельные разговоры требуют, вот, а по предприятиям ещё тоже так для, может быть, кому-то будет интересно для общего развития, то же самое, Витбичи написала о газете НовМаш, машиностроительный завод, и толком огромная статья, ну, как, ну, нормальная полноценная статья, и в этой большой статье толком не написано, что это за предприятие, а фактически, насколько я знаю, они делают, оборудуют машины для Газпрома, там, нефти, ну, по нефтедобыче, там, не знаю, какие-то, какая-то специальная техника. Это Витебску, машиностроительный завод? Да, 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 ну, то есть есть предприятие, вопрос, что, вот, статью читаешь, и то в статье почему-то вот всячески вот это вот, там полслова написано, что это в газо-нефтедобыче используется, а то, что это Газпром, Россия, и почему вдруг сейчас стало в три раза больше у них заказов, об этом как-то даже намеками не написано, и сохранятся ли эти заказы через два года, вот, но я к чему, я к тому, что, ну, то есть непонятно, что за предприятие, что это, 50 человек работает, 100 человек, 200, какая действительно рентабельность, сколько это предприятие, какие зарплаты, тоже же немаловажно, опять же, я вот, у меня просто тут витебский лесхоз буквально вчера статью читал, поэтому на слуху все, когда витебск-дреф 700 рублей у токаря зарплат, а на витебской лесопилке участное предприятие, которое через дорогу условно находится, полторы тысячи рублей зарплата, и, причем, не знаю, как по мне, да, в два раза, и как по мне, так это не какое-то там высокотехнологическое оборудование, производство высокотехнологическое, взял хороший станок, купил хороший станок, привез бревно, которое вот рядом тут под Витебском лежит, распилил, продал, рынок одинаковый, вся древесина покупается через биржу, то есть, условно, все цены одинаковые должны быть, но, но как есть. Вот, ну и, соответственно, по машиностроителям то же самое. Извините, простыл. По машиностроителям был праздник, награждали, салюты, все, конечно, молодцы. То есть, кто-то проезжал там, те Дубцова, те, кто, Пенкин, чтобы бесплатные были концерты для уже хорошее. Ну да, 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 да. Это такое было. Да, 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 да. Ну, опять же, то есть, как бы, с одной стороны, понятно, что это все вроде как и нужно делать, но в то же время, когда это все такое непонятно кто, кому, для чего, за чей счет, зачем. Ну да, я не решу, что наши машинобудования в Витебской области на таком взрыве, как там, некие, ну, профессионные светы, я разумею, что, ну, я не там, ну, там, хочется организовывать, там, как бы, поднимать некий дух у працанников, или, ну, по мне, ну, не ты взрывень, как бы, все отковать зараз. Ну, вось, и я б тем же. Не знаю, может быть, как-нибудь надо подумать, возможно ли, может попытаться позвонить в облсполком, как-то получить эти цифры, может быть, на предприятие можно позвонить, вообще уточнить, чтобы вообще понимание было, а то, статья в Витебичах есть про какую-то газету, она такая, чисто формальная статья, и мне кажется, она толком все равно ни до кого не доносит информацию, насколько, там, в том же Витебске это развито или не развито, то есть, вообще непонятно. когда есть предприемства в это, открытые акционеры от этого рынка, да, то, ну, каждый год справоздашу финансовую юноши публикует, можно поглядеть. То есть, такие предприемства, ну, ну, про нам все, ну, такую справоздашу можно глянуть. Вот, коллега, от коллега, это закрыто, эти яши, не к этому же складанию. Окей, что еще, что еще я хотел поговорить. На этой неделе, если не ошибаюсь, закрыли один из двух пунктов пропуска с Латвией. Один из двух пунктов пропуска. Субботин сказал, что это антигуманно. Питерский регион всегда был открыт для жителей соседней страны, и вообще соседей всегда был открыт. но Рига возвела белорусскому радушию памятник из железобетонных плит и колючей проволоки. Вот тоже. Так са упаду, что якраз ну быцем быт там, где гэты пункт памежного пропуска, там в Арбунах, в нашему пункту с Борусского открыли интернат якраз для супрацовника. И так отрымалося, что у нас открыли интернат, каб заселить людей, а сам пункт Латвийцы закрыли. Ну да, и вот тут даже какие-то эксперты нашлись, аналитики, которые рассказывают, что я, наверное, видео не буду включать, зачитаю статью. Решение латвийской стороны о закрытии на неопределенный срок пограничного пункта пропуска принято вопреки интересам населения и бизнеса Латвии. Вот опять же, я не знаю, я, когда я начну понимать эти статьи, на кого рассчитаны, то есть на какой процент населения рассчитаны это. Если бы это было вопреки интересам населения и бизнеса, ну, наверное, на ближайших выборах поменяли бы этих политиков, если бы это действительно было вопреки желанию. Для кого это вообще написано? шкодный заход, и он только задекавленный, как людям было горше жить, и не только в Беларуси, а и своему населению. вот так это выглядело. Ну, а при том же Евросоюз регулярно, у нас же тут отношения портятся, не вчера испортились, то есть периодически раньше, на протяжении всей двадцати с лишним летней истории периодически отношения портились, но вот так, чтобы границы закрывались, такого не было. И на протяжении всего этого срока регулярно Евросоюз финансировал Белорусский погранкомитет и таможенную службу, для того, чтобы они закупались оборудованием, какую-то технику, оснащение, обустраивали границу, для того, чтобы они осуществляли охрану. И не как обычно у нас БТ говорит, мы тут такие добрые, всех охраняем, а за это получали достаточно большие деньги на протяжении всего этого срока. И очевидно, что сейчас-то связано в первую очередь с тем, что, наверное, Беларусь впервые решила, деньги получила, все, спасибо, деньги прикарманили, раздербанили, не знаю, что с ними сделали, и плюс ко всему перестать обеспечить эту безопасность. А Латвия осталась со своей стороны просто неприкрыта в том плане, что Беларусь ей обещала прикрывать. Это же военный аспект такой, наверное, все-таки сейчас он, конечно, стал актуальным вопрос, но все-таки на протяжении все времени не это были беженцы, которые были на слуху по новостям, но и тот же наркотрафик никуда не делся. У нас достаточно большая граница, которая с той же Латвией была очень долгий период времени, не знаю, мне кажется, еще лет пять назад вообще не было никакого ни забора, ничего, просто столбик стоял, что начался Евросоюз. И я не знаю, сейчас про тот же наркотрафик никто не говорит, все боятся этой темы, ну не то, что боятся, наверное, чтобы никого лишний раз не пугать. Ну, я думаю, да, больше отказ за такой, что поток беженцев не споняется, потому что мы решили больше жестко поспробовать. а так, да, то, что надавали гроши на утримание инфраструктуры помежных районов Витебшина, и то, что зараз гроши не дают, и это бачно уже, ну, там, на Брасловшине, показывали уже в этом годе, в этой пункте мытного контроля, что там стоять большегрузы, и там такая грозюка, там, ну, все, там, но дороги не я, там, было пляцовок охотненько, зараз, ну, там, все у нас настолько погодшилось, ну, что, белорусы, ну, не махрушу, как утромливать, ради, им давали, зараз, ну, там, не дают, ну, все. Ну, и тоже, вот, насколько это все со стороны, как это выглядит, не знаю, все ли задумываются, не все, то есть, когда на протяжении такого большого количества времени тебе давали деньги, чтобы ты выстраивал границу, тут пришло время, и все, и тут же и контрабанда, в любом случае, и ладно, когда это там сигареты, экономика страдает, а неизвестно, что еще, то есть, я говорю, там, наркотики, наркотиками, ну, все, что угодно, может быть, и медикаменты какие-нибудь. Доволись складом, надо, еще, ну, вельми, мало информации о СМИ, ну, будь там, ну, трафик, ну, был, есть, и там, да, взмагаются, тот же, бог латышский, ну, так, мало информации. Окей, я в заключении хотел еще такой маленький, 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 анонсик, не анонсик, на сайте Витебской области, Витебский област полком, наверное, написано, что на следующей неделе осуществляет прием председатель комитета госконтроля, вот, и я в связи с этим, ну, думаю, что, наверное, вопросов достаточно много, чтобы позвонить, обсудить, надо что-то одно выбрать, чтобы все-таки не спамить и максимально конструктивно поговорить. Вот, есть у тебя мысли, как ты думаешь, о чем вообще можно было бы, вообще, как ты думаешь, имеет ли смысл вообще разговаривать с такими товарищами и о чем разговаривать? Ну, о чем у нее, подкидывать информацию, ну, это же установа, я сама затекавлена, как находит недохопы у других державных установок. тому подкидывать им проблемы довольно варто. но надо шукать. Тут такая ситуация, что они могут быть ну, за одного боку затекавлены, как им, ну, что-то дали, на кого-то информация, как они там, ну, им же здорово, когда они что-то знают, когда выконкам на что-то не реагуют. А лес другого боку не затекавлены, эта информация была быть собой, я не сами ездошли, а не то, что то есть да. Так, ну, требу подумать, это у нас в осень уже, там, ну, я думаю, что зараз может, когда даже пойдет, там, стан дорог, пока же, как я наедра монтовали дороги за это лето. там же Лукашенко казал, что быцем требу дорогами заняться в этом воде, и там все повинно быть, як треба, но я не верю, что я довели на дороге до хотя бы минимального взрыва, но лето, когда люди там будут массово скардиться, и это выплое, но треба подумать, такого, на что скардиться держконтроль, много может быть, но еще поглядеть, как у школах, там, как ремонты у школы были, так само можно почнуть витебляне, там, знаходить недохопы, но было экономить, ну, шмат экономить на всем, чем заводно, и на материалах, там, когда ремонт робили у школах, там, у будинках, это все в тягом часа выплываю, а Лену треба такие ситуации будет пошипать. Ну, вот, я тоже еще подумаю, это будет в среду созвон, к этому времени может быть что-то еще вспомнится. Мне было бы интересно поговорить, на самом деле, как они вообще представляют сбор вот этой обратной связи, то есть я бы с удовольствием потратил бы свое время, свои силы, для того, чтобы создать какие-то каналы коммуникации, то есть те же самые боты в Телеграме, еще там, не знаю, какие-то способы для сбора информации. А я не веду, может, навод и бот есть, но они там по сезонам анонсуются, ну, вот, зараз, насколько я веду, они анонсовали сбор информации про школы, да. Ну, они анонсуют, ну, работает ли это, то есть, ну, они на местах что-то делают, тут непосредственно председатель госконтроля можно спросить, ну, давайте мы альтернативно сделаем какой-то источник сбора информации. Вопрос в том, что, как правило, их признают экстремистскими, и вот что нам надо сделать такого, чтобы его не признали экстремистским, то есть, мы собираем информацию у людей и передаем вам, неофициальный телеграм-бот госконтроля, пойдет такой способ донесения информации. Некай люди сами пишут, кто. Боятся сами. А через нас? А чем мы с ними боятся? Я же контроль скажу. Добрые, мы за вас. Да, да, пишут, мы все откажем, все выращим. Ну, добрые, вот и подумаем тогда. Добрый, Дим, спасибо большое за созвон, будем пытаться делать регулярные, не знаю, кому это нужно, но нам точно это нужно. Будем разговаривать, проговаривать, и я думаю, что какая-то польза точно от этого будет. Добрый. Все, всего доброго, счастливо, всем спасибо. Счастливо. Счастливо. Спасибо.